Еще раз вам я говорю, дело в том, что ребята настоящие герои, они не только вернулись с наградой, но еще и встали в такую рань, чтобы прийти к нам на эфир в программу «Утро на инсте». Давайте я представлю Виталий, Руслана и Егор, представители сборной коллектива «Фиеста Лайф» и дуэт «Компо Джамбо». Между прочим, первое место – эстрадный вокал. Молодцы, ребята, от всей души вас поздравляю. Пара буквально организационных моментов. Нам сообщит Кирилл Лысенко, организатор регионального этапа «Студенческая весна». Доброе утро. Кирилл, расскажи, пожалуйста, сколько коллективов у нас ездило на всероссийский этап «Студвесны» и какие победы привезли? Дело не в коллективах. Собирается огромная региональная программа, в которой представлены все вузы Красноярского края. И вот эта огромная делегация ездила в Пермь. Именно там проходил всероссийский этап. Вообще во всем фестивале приняло около четырех тысяч участников со всей России. Абсолютно разные направления. Танцы, все виды, все виды вокала, все виды инструментальной музыки, также театр, художественное слово и многое другое. Ну вот помимо, получается, первого места в эстрадном вокале, какие еще места привезли? У нас около восьми мест. Первое, второе, третье и один спецприз. Еще и спецприз. Да. Как раз таки в художественном слове за артистизм. Вот так. А из каких регионов, точнее, давай не будем перечислять каждый регион отдельно, сколько вообще регионов участвовало? Все регионы России. Все. Все. То есть, в общем-то, было с кем бы соревноваться? Было. Однозначно. А как можешь оценить уровень подготовки вообще нашей сборной? То есть, по сравнению с другими, это хорошее количество призовых мест? Честно, я не могу судить, это судили судьи. Ну, результаты нас порадовали. Можно было бы больше, но есть к чему стремиться в будущем. Безусловно. Спасибо большое. Давайте все-таки к ребятам вернемся. Ребят, расскажите, ну, насколько я знаю, двое из вас уже принимали участие? Один. Один. А, один. Вы принимали участие? Да. Один из представителей, кто к нам сейчас с утра пришел уже, участвовал в Северослидке, в весне двое ребят впервые принимали участие. Ребят, расскажите, страшно. Ну, вообще, я, наверное, смогу сказать за всех. Страшно было абсолютно каждой делегации России. Вот. Но впечатление после всего этого, когда ты выходишь на сцену, вот уже прошел твой номер, и сидишь же в зале, слушаешь церемонию награждения, и слышишь уже свое название сборной, ты понимаешь, что все-таки этот страх, вот это вот, все эти эмоции, это было все не зря. Оно того стоит. Да, конечно. Ребят, когда, в принципе, вот выходили на сцену, была какая-то у вас, может быть, специальная подготовка? Может, там кричал какую-то, или там руку на руку клали? Вау, какая традиция. Была такая? За сценой не расстретишься, потому что мы все-таки уважаем тех, кто выступает до нас и после нас. Поэтому как-то... У нас еще была такая смешная традиция, у нас на оригинальной программе не включилась гитара у гитариста. Что делали? Играли без гитары. Без гитары? Да, действительно. И когда мы вышли уже в нашем направлении, именно выступать, в первые секунды, когда проверили гитару, она не играла. И просто, когда мы проверяли инструменты, все играло, когда вышли на сцену уже конкурсом, гитара не сыграла, но звукоречивающие быстро сработали и все подключили. Слушайте, вот это называется оперативная работа. Ребята, не буду вас больше задерживать, очень хочу попросить вас что-нибудь исполнить. Пожалуйста, вам. Давайте, Никажич. Три, четыре.